Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. Вы на канале Фокусы от Моряка. И в сегодняшнем видосе мы будем с вами продолжать знакомиться с колодами карт. Будем делать обзор их. Сегодня у нас на очереди третья колода из серии колод от Nero Young. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать Nero Young спасибо за то, что подогнал еще две колоды нам на судно. Вообще колоды идут, вот эти Floral Sketches, которые мы будем смотреть, они идут в двух версиях. Одна вот такая вот с цветами, а другая такая вот белый вариант. То есть белый будет в следующих выпусках, а сегодня мы будем говорить именно про вот этот цветочный вариант. Кто смотрел мои предыдущие выпуски по обзорам колод Nero Young в серии вот этих вот косы, да, скетч с косы, помнят, что там был вариант черный и был вариант оранжевый. Сейчас вот этот вариант уже у нас цветочный. Я, если честно, не силен в цветах. По-моему, это розы, то есть если неправильно сказал. Может, это гвоздики, конечно. Поэтому поправьте, напишите в комментариях. По-моему, это все-таки гвоздики. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Очень похоже и на розы, и на гвоздики. Ладно, да, друзья, давайте делать обзорчик. Собственно, что мы видим? Коробка сделана вот в таком вот темно-красном стиле. Довольно-таки прикольное сочетание цветов. Черный, красный и белый. Здесь на обложке изображена женщина. Недавно мне, кстати, говорили, что это женщина из какой-то игры. Она там тоже такая вот в балахоне, в капюшоне, с косами. Блин, ну, если честно, я забыл, что за игрушка и не силен в играх, потому что давно уже ни во что такое не играл на компе. Поэтому, если кто-то в курсе, черканите пару строк в комментах, что это за женщина и из какой она игры. Итак, мы видим, значит, собственно, изображение масти пики. Женщина эта стоит в балахоне в капюшоне с косами, подрезающими цветы. И цветочки такие здесь по всей длине пиковой масти, так по периметру, скажем так, сделаны. Здесь написано «Florous Catches». Вот, честно, не помню, как это слово правильно читается. Но, в общем, цветочные косы – это перевод на наш язык. Далее здесь надпись «Nera Young Playing Card», соответственно, игральные карты Нера Янга. «Smooth Finish» – это покрытие. «Crushed Stock» – это... Вы знаете, само слово «stock» мне знакомо, потому что это акция, ну, то бишь, ценная бумага. «Crushed Stock» – если честно, слово «сочетание» я так и не подобрался. По смыслу, как бы сломанный запас, акция, что такое. Поэтому, Нера Янг, просвети в комментариях, напиши, как переводится «Crushed Stock», что это подразумевается. Сзади вот такая прикольная рубаха на этих картах. Очень прикольно смотрятся, соответственно, такие темно-красные цветы на черном фоне, немного зелени и белые косы. По-моему, это самая удачная рубашка из всей этой серии, из всех четырех колод. Собственно, здесь мы видим пломбу, которую я не... Точнее, скрывал, но не отрывал. Просто прорезываю. Ну, здесь сзади надпись у нас снизу, точнее, то, что это «Florous Skyches Playing Cards 2022». То есть, создан Нерой Янгом. Дизайнер-художник это Евгений Жаде, сделан в Китае. Ну и 500 единиц, как я понимаю, это тираж самой колоды. Итак, давайте же заглянем хотя бы одним глазком туда вовнутрь и посмотрим на сами картишки. Коробка внутри белая, ничего там не прячется, никакого предсказания, ничего там нет. Итак, давайте посмотрим на сам... Давайте рубаху сначала рассмотрим. Вот рубаха очень добротная, прям вот очень добротная рубаха. Прикольно такая она сделана. Я сначала, кстати, подумал, что она не зеркальная и что можно это использовать. Но нет, рубашка на самом деле зеркальная. Так, вот такая вот рубашечка, ну, очень добротно смотрится, прям цивильненько так. Черный, красный, белый кос. Давайте посмотрим сами картишки. Начинаем мы, конечно же, как обычно, с пикового туза. Здесь все то же самое, что и на коробочке. Вот так, обращая внимание, здесь цвета именно мастей черных, они сделали такие более светленькими. Они не серые, но они не черные. То есть такое что-то, нечто среднее. То есть пиковый туз, та же самая женщина у нас, только уже разукрашенная. Карты точно так же, шрифты изменены немножечко. Не как в классических картах. Лица старших карт уже, да, такие же. Ну, за исключением тех же самых карт, которые были в предыдущих выпусках. Собственно, дама пик, дама крести, это вот эта вот мадмуазель с косой и с веером карт. Король пик, это сам Нейро Янг. Четверка пик насажена на мече. Красные масти слегка затемненные. Обратите внимание. Туз. Ну, короче, бубновая масть. И валетик тоже самое. Дама буби, как мы видим, это сама художница. Евгения Жаде, да, карандаш сразу бросается в глаза. Король буби. Король крести. Крести, вот черные масти, вы знаете, они даже не то, чтобы между черным и серым что-то среднее. Это скорее такой, какой-то болотно-темно-зеленый такой цвет. Прикольно смотрится. Крестовая дамочка тоже, то же самое, та женщина в капюшончике с косой. Крестовый Валентин. Ну и пошли на убывание нашей картишки. Это Тузик и червовая масть, соответственно, король черви. Тот же самый знакомый нам Челобрек. Червовая дама, это мама Нареянга. Червовый Валентин, это тот же самый знакомый нам парнишка по многим колодам. И, собственно, красная масть также слегка затемнена. Добавлена Гав карта, это исчезающая девятка пик. Даблбэк карта. И пустой бланк, блэнк фейс. Давайте посмотрим на тактико-технические характеристики, да, потому что, как бы, красота красотой. Но нам же с ними еще и работать. И как они себя ведут в ручонках. Вот эти картишки прям цивильно ведут себя в ручонках. То есть тасуются хорошо. Единственный снова вопрос, блин, где джокеры? Нареянг, можешь написать, почему нету джокеров в колоде? Верятся на них хорошо карты, добротно. Ленточка тоже добротно раскладывается. Потасуем давайте нашими любимыми тасовочками. Ну, рифл вообще зашибись залетает. Давайте попробуем подснять. Подснятие. А давайте попробуем ловное подснятие сделать, как с этой колодой будет. Да, то есть, если мы вот так вот возьмем. Опа-ля, не получилось. Мой косяк. Оп. Снова не получилось. Стареет морячок. Опа. Вот теперь получилось. Так. Ну, давайте фаро попробуем сделать. Попробуем сделать фаро. Ну, вот с фаро потруднее, конечно. Немножечко в легенькую, но чуть-чуть потруднее. Чуть-чуть, чуть-чуть потруднее. Да, то бишь, флориши. Ну, карты, кстати, в меру скользкие. Не вылетают из рук. Прям нормальных сидят. То есть, вот флориши всякие поделать с ними нормалек. То есть, покрутить. Хорошие картишки. Однозначно. Ну, что ж, друзья. Это был обзор колоды Floral Sketches от Нера Янга. И ссылочку на данный картишки, конечно же, вы найдете в описании к видео. А я еще раз благодарю Дениса за то, что подогнал на наше судно свою очередную колоду карт. Для того, чтобы мы снова смогли с вами с ними познакомиться. Ну, что ж, друзья. На связи с вами был Сергей Куликов. Он же Моряк. Я прощаюсь с вами. И да, хранят вас боги моря и небес. Пока-пока. Пока-пока.